Итоги недели Президент прибыл в хорошем настроении, поприветствовал избирательную комиссию и наблюдателей. Как все избиратели, предъявил паспорт и, получив бюллетель, направился в кабинку для голосования. За процессом следили десятки телекамер и объективов, средств массовой информации. На чем основан личный выбор? Глава государства рассказал тут же журналистам, которые не упустили возможность расспросить президента о важном. Свой выбор я сегодня основан на профессионализме и надежности. Для нас время непростое впереди, поэтому кроме профессионализма должна быть еще надежность, преданность белорусскому народу. А какие люди в парламент должны прийти, как считаете, и местные советы? Абсолютно профессиональные, надежные, преданные. Поэтому основан мой выбор на этом. Беларусь один, Наталья Брюс. Если позволите вопрос, на неделе в разговоре с военными вы раскрыли замыслы беглых и кураторов. Три сценария действий, но по сути у них один желанный исход. Это госпереворот, захват власти. Что Беларусь должна противопоставить и должна противопоставить на эти замыслы и вообще как устоять? Конечно, цель у них эта. Третий сценарий, цель одна. Надо Беларусь развернуть в обратном направлении, а для того, чтобы ее развернуть, надо свергнуть ныне действующую власть. Это будет очень сложно. Я уверен, особенно после проведения вот этого единого дня голосования и наших выборов. Потому что изберем мы абсолютно надежных, толковых людей, понимающих, какие задачи стоят перед нашим народом. Поэтому ни один из вариантов у них, даже самый радикальный, не пройдет в Беларуси. Мы умеем делать выводы из прежних своих ошибок, поэтому надеяться им не на что. Но будут пробовать, будут качать. Так я вам это говорил еще с 20-го года, вам рассказывал, говорил, что они не остановятся. Почему? Знаете, они себя считают сильными. Они щеки надули, раздулись, такие мы большие. А тут какая-то Беларусь. Надо ее растоптать и ближе продвинуться туда, на восток, к ресурсам, поближе к Москве и так далее. Мы это понимаем. Я много раз говорил, что с президентом Путиным мы разные сценарии предусматривали развитие событий. И противодействую этому. Если мы, если даже тут не подходит, мы всегда будем едины с Россией. И вы понимаете, что в такой ситуации мы противостоять можем любому противнику. Не хочу больше говорить о том, как мы будем противостоять, потому что нынешний мир это сила. Понимаю только силу. Если, простите мне, сопли распустим и будем бороться за демократию и некую эфемерную свободу, вы увидели, свободы этих нет, демократии никаких нет. И те, кто нам подкидывали, видите, какая у них демократия. Поэтому нам надо видеть свои цели, свои интересы, быть искренними и проводить политику справедливости. Владимир Матвеев, Белта. Вот в контексте нынешней избирательной кампании оппозиция начинает раскручивать тему, пойдете вы или нет на следующие президентские выборы в следующем году. Передайте им, что пойду. И чем сложнее будет обстановка, чем активнее они будут будоражить наше общество и вас в том числе, для меня, поверьте, это очень важно. Ни один человек ответственный, президент, не бросит своих людей, которые за ним шли в бой. Поэтому чем будут они больше напрягать вас, меня и общество, тем быстрее я пойду на эти выборы. Поэтому вы не переживайте, мы сделаем так, как это надо для Беларуси. Быть максимально готовыми к нейтрализации любых вызовов и угроз. Такие задачи на неделе перед силовым блоком страны поставил президент. Глава государства собрал большое совещание с руководством госорганов системы обеспечения национальной безопасности. Александр Лукашенко заявил, что геополитическая обстановка не оставляет иллюзий о скорой возможности снизить градус эскалации. В таких реалиях самоуспокоение недопустимо. Растет число горячих точек, а с ними – угрозы применения ядерного оружия. НАТО наращивает военный контингент у границ союзного государства, втягивает в свои ряды новых членов. Военная сила стала главным аргументом коллективного Запада в борьбе за мировую гегемонию. Многополярность даже не рассматривается. И Беларусь в эпицентре глобального противостояния. Президент убежден – прогноз неутешительный. Аппетит и активность коллективного Запада будут только нарастать. Вашингтон и его союзники продолжат расширять НАТО. Ситуация для них более чем благоприятная. Скажу прямо, без лишней дипломатии, почти все европейские лидеры превратились в подданных Соединенных Штатов Америки. В том, чья политика, чьи интересы доминируют на территории Евросоюза, нет никаких сомнений. Вступление в НАТО Финляндии, а вот-вот и Швеции – это очередной этап экспансии на восток. Будут тягивать в альянс Боснию, Герцеговину, Молдову, Грузию, Сербию. И все это будет по сценарию Украины. Вспомните, чем закончились игры с украинскими лидерами в так называемую партнерскую политику. Партнерство предлагали. Формированием прослойки агентов перемен для последующей смены военно-политической ориентации на прозападную и войной. Сейчас с Украиной также играют. Туманные перспективы от членства в блоке успешно используются западными кураторами для мотивации и подталкивания киевской власти к продолжению боевых действий. И нас хотят всеми правдами и неправдами втянуть в эту войну. В этом их стратегия. У нас на руках закрытая информация, о которой я хотел бы вам кратко сказать. Мы точно знаем, что думает по этому поводу начальник генерального штаба одной из ведущих стран НАТО. Цитата. Мы не смогли вовлечь Беларусь в конфликт. Активное участие Минска в войне подорвало бы режим Беларуси и А. Лукашенко. Эта возможность все еще открыта. И поляки подвизгивают. Война в Украине дает им возможность сменить белорусский режим нашим бегом. Это цитаты. За этими словесными играми стоит желание наконец-таки удовлетворить свои застарелые территориальные амбиции. Я уже об этом говорил, но повторю еще раз, абсолютно точно цитируя. Они в Европе считают, что дословно по итогам этой войны должны произойти территориальные изменения. Польша имеет законные права на часть современной Беларуси. А демократическая, подчеркиваю, демократическая Беларусь в качестве компенсации должна получить часть территории, побежденной по России. Сегодня уже мало реальных оценок ситуации, уверен президент. Нужно быть на шаг впереди. Ошибки непростительны. Их цена – наш мир и безопасность. Беларусь хорошо осведомлена о замыслах наших оппонентов. Западные соседи, наверное, используют важные политические события в нашей стране, чтобы расшатать обстановку. Провокации – лишь один из способов давления. Президент поделился оперативными данными. Все допыты о разведке и сценарии различного рода провокаций, проведение экстремистских акций с задействованием боевиков, находящихся на территории Украины, Польши и Литвы, мы знаем и незамедлительно придаем огласке, насколько это возможно. Сейчас поддержим эту традицию. Еще одна оперативная информация. Дословно цитирую. Польская. Это уже для поляков важно. Польская и американская разведки готовят крупномасштабную провокацию против гражданского населения Польши, в которой обвинят Россию и Беларусь. Понимаете, нужен вот этот повод, заварушка. Все старуха, как мир. Когда-то фашисты, Гитлер подготовил такую операцию на границе с Польшей, чтобы спровоцировать начало военных действий. Вы это помните? Сейчас эти мерзавцы, ну ладно американцам, им все равно. Последний украинец или последний поляк помрет. Но как могут поляки с американцами договариваться о таком сценарии? Это вопрос. Знаете, после этого сейчас начнется вой, что у нас, что у них. Ах, вот тут он нагнетает ситуацию, пугая поляков. Это не может быть. Слушайте, я сказал, а вы делайте выводы. Я говорю полякам и прочим. Поживем, увидим. Но мы предупредили по-братски польский народ, чтобы были аккуратны и осторожны. Одновременно, цитата, Варшава пытается завербовать высокопоставленных белорусских чиновников, которые смогут заменить наших тихушек и лохушек. Они понимают, они не способны перевернуть Беларусь. Они не способны реализовать сценарий уже не цветной какой-то революции и какого-то марш-броска сюда, в Беларусь. Они не смогут реализовать вооруженное вторжение. Мы следим за этим процессом. Мы видим их подходы к руководителям как в сфере военной, так и гражданской в Беларусь. Они будут искать и создавать новых, лояльных Западу и более эффективных деятелей здесь. В ход пойдут все методы, от банального подкупа, шантажа до угроз жизни и здоровью вам, нам, вашим близким и родным. Мы это чувствуем. В фокусе внимания может быть кто угодно. Все должны понимать реальную обстановку и нашу осведомленность и здесь и там. Это принципиальная позиция, тем более сейчас, накануне разного рода политических событий у нас. В Минске состоялся ежегодный брифинг для представителей военно-дипломатического корпуса. Аккредитованных при Министерстве обороны. Тем для заявлений хватало. Милитаризация континентальной Европы. Расширение контроля США в Европе. Приостановка взаимодействия стран НАТО с Беларусью в военной сфере. Военно-политическая обстановка в мире сохраняет высокий уровень напряженности. С августа зафиксировано шесть случаев нарушения воздушного пространства с территории Польши и стран Балтии. А в этом месяце у белорусских границ пройдут самые масштабные со времен Холодной войны учения НАТО. Несмотря на сложившуюся ситуацию, Беларусь реагирует на эти провокации максимально сдержанно. В целях обеспечения пограничной безопасности в вооруженных силах на постоянной основе продолжают реализовать комплекс мероприятий по усилению охраны участков государственной границы, как в воздушном пространстве, так и на суше. Специалистам военно-дипломатического корпуса была предоставлена возможность лично убедиться в состоянии дел на западных рубежах Беларуси и сформировать объективное мнение о складывающейся обстановке. Иностранные военные АТАШЕ посетили пункт пропуска «Каменный лог» белорусско-литовской границы, где могли увидеть свидетельства недружественных действий литовской стороны, в том числе в отношении собственных граждан, посещающих Беларусь. Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные награды и генеральские погоны представителям высшего офицерского состава. Торжественная церемония состоялась в День защитника Отечества 23 февраля во Дворце Независимости. Как отметил глава государства, в этот день награды получают те, кто делает все для того, чтобы сохранить страну и чистое небо над ней. Настоящие защитники Отечества за боевые заслуги в мирное время. Вы делаете все для того, чтобы сохранить страну, чистое небо над ней. Сегодня 23 февраля. Мы награждаем истинных защитников Отечества за боевые заслуги в мирное время. И мирным для нас оно остается, потому что наши воины стоят сегодня на пути реального врага, как преграда. Стоят непреодолимой стеной, своевременно выявляя и задерживая диверсантов, проводя разминирование взрывных устройств. У нас спокойствие и тишина, потому что наши парни внедряются в террористические группы с риском для своей жизни. Перекрывают каналы поставок в страну смертоносного оружия, боеприпасов. Пресекают шпионскую деятельность зарубежных спецслужб. Наш народ спит спокойно, потому что в боевых операциях, порой с риском для жизни, участвуют и офицеры, и генералы. Сегодня лучшие из них удостоены высоких государственных наград и высших воинских званий. Спасибо, уважаемые друзья, вам за службу, за то, что гибридные атаки на Беларусь не переросли в полномасштабную горячую бойню. Спасибо всем, кто плечом к плечу стоит рядом с вами, оберегая мир и покой на родной земле. Обращаюсь к каждому, кто выбрал благородную профессию Родину защищать. Ко всем, кто уже сейчас мечтает когда-нибудь надеть военный мундир и с честью служить своей стране и своему народу. На наши плечи возложена высочайшая ответственность за будущее Беларуси. И речь не только о готовности встать на ее защиту с оружием в руках, не допустить втягивания страны в конфликт. Сегодня как никогда важно ваше участие в воспитании подрастающего поколения. Вы живой пример этому поколению. Кто, если не вы, должен стать примером исключительной преданности Отечеству? Кто, если не вы, можете быть примером мужества и доблести? Примером, который воспитывает без слов. Ведь как бы не развивалось современное технологическое направление и современные технологии, как бы не совершенствовали средства ведения боя, без стойкости и крепости, духа воина нет и не может быть побед. Опять, как всегда, в центре внимания человека. На неделе у президента Беларуси состоялся ряд международных встреч. Так, Александр Лукашенко провел переговоры с президентом республики сербской Боснии-Герцеговины Милорадом Додиком. Глава государства заверил своего коллегу, что Беларусь готова оказывать всяческое содействие Боснии-Герцеговине в различных областях – медицине, технологиях и сельском хозяйстве. Вы должны знать главное. Если вам подходит что-то в Беларуси в плане технологий, прочих вопросов в сельском хозяйстве, промышленности, здравоохранении, вы интересуетесь этих. Мы всегда рады оказать вам помощь и поддержку. Внимательно наблюдаем за ситуацией на Балканах. Мое отношение вы хорошо знаете по всем случаям и вопросам, которые существуют, и тем событиям, которые произошли, дружественны нам Югославии, когда ее просто расшлинили на части. Знаете мою позицию, отношение к вам в самые сложные времена, я имею в виду Сербию, когда она подвергалась бомбардировкам. Знаете мое отношение, которое у нас выстраиваются, наши отношения с Боснией-Герцеговиной. Знаем, что вам там порой непросто, но вы мужественно сражаетесь, мы это приветствуем. Только мужество и стойкость и силы сегодня, к сожалению, могут определить будущее той или иной страны, области, района, территории. Думаю, что вы стойко держитесь там, представляя интересы православных людей, людей, которые доверяют и верят вам. Мы в этом плане на вашей стороне, и вы на нас можете рассчитывать. Словом, вы приехали к своим друзьям. В свою очередь Миларат Додик отметил, несмотря на все вызовы, дружба между Белоруссией и Республикой Сербской продолжается. После переговоров с белорусским лидером Миларат Додик проанализировал, какими видит дальнейшие отношения двух стран. Это была исключительная встреча с президентом Лукашенко. Для меня это было возможностью поблагодарить его за поддержку, за сотрудничество, которое имело место до сегодняшнего дня, в первую очередь в рамках Института трансплантологии. Мы за это очень благодарны. Конечно же, мы говорим и о новом сотрудничестве, о сотрудничестве в области экономики. Мы уже планируем закупку вашей техники, электробусов, сельскохозяйственной техники на общую сумму около 10 миллионов долларов. В ближайшее время будем прорабатывать эти вопросы. Это была долгожданная для меня встреча. И снова скажу, это была возможность поблагодарить президента за взаимопонимание. Это был единственный лидер, который в 1999 году поддержал мой народ, понял мой народ. Это был акт личной смелости, и мы, сербы, никогда этого не забудем. Ваш президент – это живая легенда. Он свидетель тех трудных времен, через которые проходили белорусы, русские и сербы. Да, ситуации наши достаточно похожие. Мы находимся в Республике Сербской под персональными санкциями. Здесь в Беларуси введены коллективные санкции. Поэтому у нас взаимопонимание без слов. Здесь много объяснять друг другу не нужно. Президент Александр Лукашенко – это редкий лидер, который знаком со всеми деталями и понимает нас. И мы всегда говорим о нашем взаимопонимании и взаимной помощи. Глава белорусского государства посетил Россию с рабочим визитом. Президент Беларуси по приглашению своего российского коллеги Владимира Путина посетил в Казани церемонию открытия международного высокотехнологичного турнира «Игры будущего». По случаю этого масштабного мультиспортивного события в столицу Республики Татарстана Российской Федерации прибыли ряд зарубежных лидеров. Александр Лукашенко в ходе переговоров с главой Республики Татарстана Рустамом Менихановым заявил, что Татарстан – самый развитый высокотехнологичный регион России, с серьезным уровнем промышленности. Президент убежден, что вместе Беларуси и Татарстан способны многого достичь. Я действительно помню те времена, когда вы никогда не были обычным человеком, во власти были, мы с вами встречались. Так случилось, что все, о чем мы говорили, на практике реализуется. И может быть даже и хорошо, что внешние обстоятельства нас толкнули ближе друг к другу, мы перестали спорить на ровном месте, мы поняли, что друзей у нас, в общем-то, немного, а может быть, настоящих и в общении, и что нам надо свое счастье создавать самим. Мы и начали это делать. Получается, не без труда. Надо время. Мы это сделаем. Татарстан, он нам близок к тем, что это территория России, самая развитая, я считаю. Это уровень развития не ниже, чем Беларусь. Высокотехнологичный, промышленный. И когда вы говорите, что вы достигли там 3 с лишним, по 4 процента ВВП в регионе, это дорогого стоит, потому что удельный вес промышленности очень высушил. А это большая конкуренция. Те ушли, китайские производители, другие заходят, все на этот рынок заходят. И надо конкурировать, и вам, и нам. Поэтому мы знаем, чего дается вот этот рост. Но мы очень рады, мы хотим с вами сотрудничать, потому что это высокий уровень развития, потому что есть с кем разговаривать, люди понимают. Управляемость очень высокая, хозяйский подход. Мы понимаем, что такое управляемость, и что может быть, если мы потеряем эту управляемость. Поэтому очень похожи системы управления. Мы и дальше намерены с вами сотрудничать, и можем очень многое сделать. Это гарантия, если мы договоримся, что проблем с нашей стороны не будет. В рамках визита в Хараре министр иностранных дел Беларуси был принят президентом Республики Зимбабве. Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в развитии межгосударственных контактов. Сергей Олейник передал главе Зимбабвийского государства послание президента Республики Беларусь, посвященное подготовке и наполнению ответного визита Эмерсона Мнангагвы в Минск. Президент Зимбабве в свою очередь передал наилучшие пожелания своему коллеге и другу, президенту Беларуси, и ещё раз подтвердил готовность посетить нашу страну в ближайшее время. Отмечено общее понимание необходимости эффективно конвертировать хорошие политические отношения между странами в конкретные выгодные для обеих стран экономические проекты. В целом, наше сотрудничество на стороне Зимбабве движется по восходящему. Рассчитываем, что все договорённости, которые мы достигли в ходе заседания совместной комиссии, будут реализованы. Мы договорились в середине года провести промежуточный обзор под реализацией наших договорённостей для того, чтобы подготовить содержательную повестку и наполнение для предстоящего визита президента Зимбабве в нашу страну. Реальные доходы населения выросли почти на 6,5%, благодаря в том числе и невысокой инфляции. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко на заседании Совмина с повесткой дня о социально-экономическом развитии республики в 2023 году. По его словам, в реальном секторе экономики принимались меры, чтобы подтянуть отстающие зарплаты, где они ниже средней по отрасли. В результате более 85% организаций вышли на нужные параметры. На заседании также было отмечено, что важнейшие задачи социально-экономического развития, поставленные президентом, правительству удалось решить. Сальдо внешней торговли за прошлый год положительное. В результате в экономику привлечено более 1,5 млрд прямых инвестиций, из них 75% в реальный сектор. Сохранена макроэкономическая сбалансированность. Положительное сальдо внешней торговли 481 млн долларов США. В экономику привлечено 1,6 млрд млн долларов США прямых иностранных инвестиций на чистой основе. Прирост по сравнению с 2022 годом 7,3%. И 75% от этого объема прямых иностранных инвестиций вложены в реальный сектор. Инфляция в прогнозных параметрах. Прирост потребительских цен в годовом выражении составил 105,8%. При прогнозе, как вы помните, не более 107-108%. Это один из самых низких показателей инфляции среди стран-участниц ЯВИС. Темп роста валового внутреннего продукта составил 103,9% при задании 103,8%. Высокие темпы промпроизводства обеспечены Минпромом 112,6%, Минсельхозпродом 105,9%, концернами Белнефтехим 108,9% и Белгоспищепром 106,5%. Общий вывод. Экономика в 2023 году, несмотря на все вызовы и сложности, сработала неплохо. Показала свою устойчивость даже в этих условиях. Итоги недели